Здравствуйте! Продолжается не совсем простой для меня день, 19 января, когда я должна была выложить ролик относительно того, что произошло с поней. Но когда меня жалеют, я всё время чувствую себя хуже, гораздо хуже, потому что человек плачет, когда жалеет сам себя. В комментариях, которые я только что прочитала, было очень много соболезнований, только три человека действительно поняли, что мне тяжело, когда всё это происходит. Но тем не менее, назывался блогером Полезай в Ютуб. В смысле, назвался Груздем Полезай в Кузов. Ничего, проревелось, сейчас всё это пройдёт, тем более, что у меня есть повод отвлечься. Но мало того, что я продолжаю свои деяния с золотой рыбкой, и как никогда быстро идёт шлифовка, потому что надо чем-то развлекаться. Сейчас у меня ещё появится пациент. Пациент в лице нашего Таджика Коли. Он здесь работает, приехав с родины, обеспечивает семью. Ему приходится быть хозяином в отсутствие настоящих хозяев на двух огромных участках. грести снег, кормить скотину, ухаживать за птицей. Мало того, он неоднократно помогал рабочим в совейном доле, когда тем приходилось грести снег. И вот результат. Он сорвал себе спину. И в данный момент я ожидаю его на массаж. Ну, массажем-то я тоже владею. Дело не в дипломе, дело в руках. И как раз в понедельник, когда мы все с лопатами сокращались на стройке, возникла эта тема. Колька решила ко мне обратиться. Сегодня с утра около автолавки он пожаловался на боли в спине. Я с удовольствием ему помогу. Ну вот, это был повод хотя бы руки привести в порядок. Потому что с длинными ногтями, хотя и полустёртыми от шкурки, когда работаешь на шлифовке, делать массаж нереально. Конечно, у меня в избушке сейчас пылище, грязище. Но, тем не менее, около печки уже греется плед, на который может лечь мой пациент. Крем согревается. И я постараюсь сейчас в ближайшее время не выходить на улицу, чтобы руки не были холодными. Потому что массаж должен обязательно проходить в тепле, в тишине или при какой-то расслабляющей музыке, чтобы пациенту можно было максимально расслабиться. Ну что ж, я в ожидании. Надеюсь, что мои процедуры ему помогут. Ну вот, Бонька только что нагулялся, вернулся с улицы. Надеюсь, что он не будет мешать мне в процессе восстановления спины труженька. Бонифаций, как ты думаешь, колька тебе не пострадает, вот лишь бы ты только под руки не лез, иначе придется выставлять тебя на веранду. Ну, закария я спокойно вполне. Ну что ж, продолжаю шлифовать и жду своего пациента. Эх, ребята, втроем мы с вами остались. Да, как-то все не особо задалось. Ах, чудеса Нового года закончились. Ну что ж, будем жить дальше и делать то, что возможно. Ну вот, процедура массажа закончена, пациент отлеживается. Ну а кот, который был выдворен на все время процессом на веранду, рвется на улицу в очередной раз. Нет, я боялась, что он нам очень сильно помешает. Ну что, пойдешь, прогуляешься? Давай, пошли. Оказалось, что у кольки в первую очередь пострадали межреберные мышцы с правой стороны. Ну, бывает такое, если не умеешь лопатой работать с двух сторон. Я тоже давно эту премудрость постигла. И, честно говоря, после всех этих перипетий с уборкой снега никакого дискомфорта не испытываю. Бонь, только недалеко и только не к собакам. Впрочем, сегодня Азия. Радик с ним нормально пообщались, и я за него теперь уже не особенно беспокоюсь. Ну, а колька был подвержен процедуре растиркой и финалгоном после самого массажа именно на той области, где у него были наиболее болезненные ощущения, и сейчас отлеживается, потому что сразу после массажа выходить на улицу ни в коем случае нельзя. Это чревато. Ну, думаю, минут 15 он поваляется, а затем отправится в своя сель. Надеюсь, что ему хотя бы все это немножко поможет. Ну, и как тебе спится, неизвестный солдат? А, действительно спится. Лучше не беспокоить. Пока ГРМ восстанавливается, вышла на улицу. Жаль, снова все заволокло, пошел мелкий снежок, но ожидается потепление, уже не так холодно, как с утра. Было минус 15, но каким великолепным был нынешний день. Обидно только, что мне сегодня в автолавке не удалось добыть семечек. На базе их не оказалось, но если удастся, попрошу кому-нибудь соседей. Немножко у меня еще осталось на ближайшие дни. К тому же есть некоторые запасы арахиса для подкормки. Эх, сколько же птиц сегодня здесь шнырялы. И снегири, и гаечки, и синички. И вот они уже слетаются, ожидая меня. Видимо, привыкли и уже перестали совершенно бояться. Не хочется их разочаровать. Надо притащить хотя бы сало, которое у меня, слава богу, теперь есть, и насыпать небольшую паригоршню в кормушку. Ну, а завтра будет видно. Может быть, кто-нибудь соседей поедет в город. Я попрошу привезти еще семян. Так, ладно, покормим птичек, возвращаюсь в избушку, провожаю своего похрапывающего пациента и продолжаю шлифовать. Да, жизнь продолжается. И чем больше просек в тебе возникает в такой момент, тем лучше. Приятно, когда хоть кому-то можешь помочь. Не важно чем хоть чем-то. Ну вот, Колян восстал. Ну, завтра расскажешь, что там получилось, лучше или нет. Слушай, знаешь, что, ты простыню, которую приносила, положи в пакет и оставь ее здесь. Если не надо будет, ты ее заберешь, потом я тебе принесу, а если потребуется, я могу сделать массаж еще раз. По-любому мне нужна практика, поскольку его достаточно давно не было. Давай, укладывай, и я куда-нибудь положу. Ну, как обычно, пациент приходит со своей простыней. Ну, у нас никак в поликлиниках массаж продолжается не 15 минут, а где-то порядка получаса. А ведь 15 минут в поликлинике плюс отдых массажиста и раздевания и одевания клиента входит в одну и ту же фракцию. Эх, деревенский массаж это дело иное. Тут все гораздо проще и, полагаю, окажется эффективнее. Да, массаж состоялся, посидела, пошлифовала, печку протопила. И черт меня дернуло после того, как я просмотрела пару серий гримов. один из своих любимых сериалов засесть за прочтение комментариев к тому ролику, который я выложила сегодня днем. Ребят, я не ожидала, ей-богу, никак не ожидала, что будет такое огромное количество отзывов, ну, скажем так, не особенно радостных, но я просто потрясена. Честно говоря, потрясена. Я раза четыре выползала на крыльцо покурить в процессе чтения и ответов, хотя их было очень мало, больше лайки ставила просто, потому что тяжело зареными глазами отвечать, но я потрясена. и, честно говоря, блин, местами не нахожу, я никогда не думала, что блогерство это столь большая ответственность. Ответственность за отношения с людьми, за контент, новое слово контент, контент, я еще не научился выговаривать, но просто я очень тронут. Спасибо всем огромное за чувство, хотя я не из тех людей, которые лучше себя чувствуют, когда им соболезнуют, мне хуже от этого становится. Я так в свое время обморк руку сломала, когда мне по поводу кончины мы уже пособолезнули. Сейчас я свое отнюдь не каменное, как морка, деревянное строение разрушать не собираюсь, но спасибо всем. Я поняла, что со мной на одной волне очень много людей. Все. Сейчас дочитаю все до конца, прекращу реветь, и завтрашнего дня начнется новая жизнь. Все будет хорошо. Ладно, спасибо вам всем. Здоровья и удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok